Святое Альбо Гребяневское возеро в Могилёве на протягу 10-ти годов этот самый великий выдаем областного центра был наибольш популярным местом отпочинку горожан. А последние несколько годов купальный сезон тут забороненный, бо галовное возеро Могилёва амаль переутворяется в болото. Те дошекается святое очистки, и что для этого потребно? Подробязности в наступном материале. Неприемный пах и зеленый колер воды летом. По словам специалистов, у нас стан воды уплывают несколько факторов. От гнездовища у диких птушек у центра озера до природных особливостей у водоема. Кажут же мовый навуковцу, закрытое озеро без интенсивного водообмену. Маловодные годы, жаркая погода, недостаток атмосферных осадков приводит к тому, что падают и уровни, в том числе и грунтовых вод. Повышается температура воды в водном объекте, что ведет к интенсивному развитию сенезеленых водорослей, других микроорганизмов в воде. Экологичный стан акватории в озере наближается до катастрофичных. Его спробовали вырытого специалиста зеленбуда, але, как оказалось, тут потребны больше великие махчимости и сродки. Мы обращались в Палецкий институт. Один проект стоит более миллиарда рублей, это еще старыми деньгами. У предприятия нет таких денег, и мы не в состоянии самостоятельно очистить это озеро. Это нужна помощь какая-то извне, то есть либо это городские власти, либо это какие-то коммерческие структуры. Межтым, по оценках специалистов, объем глея на дне святого озера досягает до полмиллиона кубометров. По предварительным результатам, уже сегодня мы знаем, что химический состав донных отложений озера Святое идентичен по составу сопропелий, которые широко используются в качестве органических удобрений, в том числе для улучшения плодородия почвы. Однако, йостису протлеглое меркование. Это нужно найти место захоронения этим донным отложениям постоянно, потому что основное там превышение нефтепродуктов, то есть это нужно где-то захоронить, то есть это очень большой проект, это очень большие деньги. Скажите, а мне как бы говорили, что еще там вроде какие-то донные отложения как удобрений можно использовать? Ну, если там большой процент нефтепродуктов, как мы можем их использовать как удобрения? Покинем навуковцам высветлять якось грабеневских сопропелий, а святое в озеро по раннейшим мучакане генеральной чистки. Навод, калей знойдится инвестор, справа гэта не одного месяца и кашту и не один десяток тысяч рублей. Седа Каспарова, Павел Савицкий, Виталь Алексеенко. Новины. РГИОН.